В эфире Лицкого телевидения информационная программа событий. С новостями региона вас знакомят наши корреспонденты и я, Лидия Поздняк. Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Лицкий лучший район для бизнеса Беларуси. Наш регион стал победителем республиканского конкурса. У Лицкой районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки новый руководитель. Ее возглавил Виталий Карпуц. Трагедия на дороге. В Лиде на пешеходном переходе автомобиль сбил мужчину. У районки юбилей Лицкой газете исполнилось 80 лет. Лицкий район – победитель республиканского конкурса «Лучший город район и область для бизнеса Беларуси-2019» в номинации «Лучший район для бизнеса Беларуси» с численностью более 50 тысяч человек. Проводится данный конкурс 2008 года Республиканской конфедерации предпринимательства при поддержке Министерства экономики. Регионы с наиболее развитой деловой активностью и самыми благоприятными условиями для развития предпринимательства определяет экспертное жюри, в состав которого включены ведущие экономисты, представители госорганов и бизнес-ассоциаций. При подведении итогов учитывается ряд показателей – от объема собираемых налогов и количества новых рабочих мест до инфраструктуры для поддержки предпринимательства. В Лицком районе работают порядка тысячи микро, малых и средних организаций и почти пять тысяч индивидуальных предпринимателей. Они производят различные виды продукции и оказывают различные виды услуг. Доля налоговых поступлений в бюджет от предприятий среднего и малого бизнеса составляет 27%. Церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший город, район и область для бизнеса Беларуси» проходила в Минске. Награду Лицкого района принимала начальник управления экономики Анна Гурчин. Среди районов с численностью населения менее 50 тысяч человек, лучшим для бизнеса признан Щучинский, а вот Гродно назван лучшим областным центром Беларуси для бизнеса. Профсоюзы принимают активное участие в подготовке к выборам в Палату представителей Национального собрания Беларуси. Лицкая районная организация Беларусского профсоюза работников агропромышленного комплекса тоже выдвинула в состав участковых избирательных комиссий своих представителей. После встречи председателя Федерации профсоюзов Беларуси с главой государства на 10-м пленуме была определена основная концепция по участию профсоюзных организаций в выборах. Также на пленумах республиканского комитета, областного комитета были заданы основные направления участия наших профсоюзных организаций. Это выдвижение в состав участковых избирательных комиссий, выдвижение представителей в наблюдатели на участках для голосования. Мы выдвигаем всего 43 представителя на участки для голосования трех избирательных округов. Это Лидского избирательного округа номер 55, Неманского избирательного округа 56 и Замково избирательного округа номер 57. Из 43-х, 7 человек являются председателями первичных профсоюзных организаций, а также еще порядка 10 являются профсоюзными активистами, то есть входят в состав ревкомиссий, в состав профсоюзных комитетов. Выдвижение кандидатов в состав участковых избирательных комиссий завершилось 29 сентября. Образованы они должны быть не позднее 2 октября. На территории Лиды и Лидского района таких будет 74. В их состав выдвинуты представители общественных объединений, политических партий, трудовых коллективов и граждане путем подачи заявления. Напомним, выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания пройдут в Беларуси 17 ноября. Досрочно проголосовать можно будет с 12 по 16 ноября. К чрезвычайным происшествиям в регионе. Сегодня рано утром на регулируемом пешеходном переходе по улице Ленинской в районе лицея водитель такси совершил наезд на 81-летнего пенсионера. Как пояснил виновник ДТП, он поздно заметил человека на проезжей части. Вольксваген двигался по улице Ленинской со стырой улицы Коммунистической по крайней левой полосе. При подъезде к регулируемому пешеходному переходу со слов водителя, он отвлекся от управления, посмотрел в правую сторону. Когда вернул взгляд на свою полосу движения, заметил пешехода, принял меры к торможению. Однако полностью автомобиль во избежание столкновения не смог остановиться. В результате еще и произошел наезд на пешехода. В результате наезда пешеход получил серьезные травмы, которыми доставлен в Лицкую ЦРБ, где позже скончался. И еще в одном ДТП с участием такси пострадал человек. Авария произошла на перекрестке улиц Красноармейской и Куйбышева вечером в субботу. 33-летний таксист, управлявший автомобилем «Лада Веста», не уступил дорогу «Ауди» и допустил столкновение. В результате был травмирован 49-летний пассажир такси. Он госпитализирован в районную больницу. Водитель автомобиля «Лада» при повороте налево по зеленому сигналу светофору не предоставил преимущество движения, двигавшегося во восточном направлении водителя автомобиля «Ауди», с которым и допустил столкновение. В результате столкновения ехавший пассажир в автомобиле «Лада» с травмами был доставлен в Лицкую ЦРБ. Лицким отделом Следственного комитета Беларуси возбуждено уголовное дело по факту гибели 50-летнего работника свинокомплекса «Прогресс» в агрогородке Йотки. Несчастный случай произошел в воскресенье днем при выгрузке комбикорма из грузового автомобиля. Правоохранители выясняют причину произошедшего. 29 сентября 2019 года Лицким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту смерти гражданина работника СПК «Прогресс». В результате того, что при выгрузке комбикорма автомашина МАЗ, выезжая со склада, задела балку данного склада, произошло обрушение, и в результате произошло травмирование гражданина работника СПК «Прогресс». По данному факту проводятся расследования, выясняются причины и условия способствия совершения данного преступления. Лицкая районная организация Белорусского профессионального союза работников образования и науки подвела итоги работы за последние пять лет. На отчетно-выборной конференции участниками которой были руководители учреждений образования и их первичных профсоюзных организаций, речь шла о деятельности райкома, его достижениях и проблемах. За пятилетку районной организации сделано много по развитию социального партнерства с управлением образованием и по развитию социального партнерства между руководителями учреждений образования и председателями их первичных профсоюзных организаций, а также по осуществлению контроля за соблюдением трудового законодательства и законодательства об охране труда в плане организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. Вместе с тем есть и вопросы, над которыми необходимо работать и в дальнейшем. Решать их будет уже новый председатель райкома Виталий Карпуть. Именно ему делегаты отчетно-выборной конференции доверили сменить на посту Евгения Локтевича, который руководил Лицкой районной организацией Белорусского профессионального союза работников образования и науки 37 лет и сейчас принял решение уйти на заслуженный отдых. Его преемник Виталий Карпуть в системе образования работает почти 10 лет. Он начинал учителем математики в 16-й Лицкой школе, затем был главным специалистом управления образования Лицкого райисполкома, а с сентября прошлого года возглавлял коллектив Бердовского детского сада средней школы. В первую очередь хочу поблагодарить общественности, делегатов сегодняшней отчетной выборной конференции за то, что оказали доверие и выбраны на этот высокий пост. Хочу также поблагодарить предшественника Евгения Ивановича, который много лет отдал о работе в районном профсоюзном комитете. Многое сделано, есть что продолжать, есть с чему поучиться у председателя. Буду стараться сохранять заложенные традиции и перспективно развиваться, чтобы защищать педагогическое общество и Лицкого района. Я думаю, что больше на социальном партнерстве мы будем работать с руководителями в учреждении образования, у нас все получится. 1 октября в Беларуси День пожилых людей. По традиции в Лиде в этот день будет организована праздничная программа во Дворце культуры. Его коллектив пригласит на арт-фестиваль, чтобы осень была золотой. С 10 до 11 часов здесь пройдет встреча представителей служб города с пожилыми гражданами. 1 октября белорусские нотариусы будут оказывать бесплатные консультации для пенсионеров. Получить ответы на вопросы, касающиеся сферы нотариальной деятельности, смогут и жители Литчины. Граждане имеют право обратиться в течение всего рабочего дня 1 октября с любыми вопросами, которые их волнуют. Это оформление наследственных прав, составление завещания, удостоверение доверенностей, удостоверение договоров купли-продажи. Сегодня в Беларуси началась вакцинация против гриппа. Эта кампания продлится до конца ноября. Во всем булаторно-поликлинические учреждения Лиды и Лицкого района противогриппозная вакцина поступила в минувшую пятницу. Сегодня желающие уже могли привиться против гриппа. Лидская больница получила 8600 доз антигриппозной вакцины. Это первая часть. Вакцина это трехвалентная, на три вируса рассчитана. Ну, ожидается, как ежегодно, А и Б. Ну, а там посмотрим. Вот, приглашаем всех желающих, кто заботится о своем здоровье, а также, кто обязан. Это дети, беременные, лица, страдающие хроническими заболеваниями, ну и пожилые. Вот, обращаться в поликлиническую сеть, ну и, чтобы сделать прививку против гриппа, чтобы не болеть в этом году и в следующем. В этом сезоне в Лиде и Лицком районе планируется привить против гриппа более 52 тысяч человек. А это 40% населения региона. Из них 8% составляют дети и подростки в возрасте до 18 лет. Как отмечают медики, противогриппозный иммунитет возникает через две недели после вакцинации и сохраняется в течение 10 месяцев. В предстоящем сезоне подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом ожидается в конце января. У районки юбилей. Сегодня Лидской газете исполнилось 80 лет. Она начиналась с двух полос и называлась «Уперат». Сегодня это современное цветное издание, рассказывающее о жизни региона. За свою историю районная газета сменила несколько поколений журналистов и руководителей. Последние 7 лет коллектив возглавляет Екатерина Серафинович. Уже 30 годов, каждый працонный тыдень у Катерыны Серафинович начинается с планерки уголовного редактора. Коли она приходила на их, как молодой специалист, после, как уже опытный корреспондент, а после 7 лет Катерына Адамовна проводит планерки сама. В 2012-м изменила своего попередника Ивана Швакеля, который кировал коллективом районки 15 лет. Теперь уже она вызначает на керунок працы коллективу и делает это с уликом меркования у коллег. Творческие планерки – это только один из рабочих моментов и стасунков со своими коллегами. Ментальные литаяны проводятся для того, как, что называется, сверить годинники и выперцевать некий пылный механизм работы. Но каждый журналист, отремливающий задание от главного редактора, пропонувает и свои темы. Это очень важно, потому что выдание газеты – это не справа индивидуальная, а коллективная. Это выник работы, интеллектуальной работы многих людей. Поэтому газеты сегодня интересные. Сегодня региональные газеты наибольшь наближены для своих аудиторий, и тому они наибольшь и запотребованные. Журналистика для Катярыны Серафинович не только профессийная сфера. Это я ела от життя. Я еще, когда училась в Круповской школе, была позаштатным корреспондентом газеты «Уперед». После отремала Деяна Керованина в учебу в БДУ, а про спять годов вернулася в редакцию районки дипломованным журналистам. Сегодня, каже главный редактор «Литской газеты», журналистика не та, что была 30 годов тому. И она потребует працы на некоторых информационных пляцовках. Базовые принципы, подходы застались от тех, что были ранее. Это значит, что творчость и отказность запотребованные. А с другого боку, изменилась необходимость больше оперативно подавать информацию. Потому что ранее не было интернет-ресурсов, которые подавали вельми худко. А сегодня это уже просто необходимость. У каждой газеты районной есть свой интернет-ресурс, свой сайт. Информация должна появляться вельми худко и еще лучше в режиме онлайне. В нашей газеты также есть сайт, для которого мы работаем. И сегодня это требует пауных профессиональных якостей. Когда ранее журналист мог быть просто творчим человеком, был добрым коммуникатором, был добрым стасунки с людьми, этого было по-моему недостатково. А сегодня журналист повинен еще володать информационными технологиями. Одно справа, когда он рихтует материал для газеты, а иншая, когда он еще повинен разместить на сайте, сделать фото, видеосюжеты. А еще лучше и аудиозапис. Працовать на некоторых информационных пляцовках складано или махчима. И сегодня этому учатся и в Гродинском государственном университете, и в БДУ на факультете журналистики. Новый импульс у развития сайт Лидской газеты отримал уже при Катярине Серафинович. И в этой справе она робила ставку на молодых журналистов, разумеючи, что они в интернете, як рыба в воде. Администратором сайта с самого начала был Яуген Арехва. Он и зараз его постоянно удосконаливает, разом с иншими журналистами, что денно наполняясь свежей информацией. В прошлом году сайт Лидской газеты обновил свой дизайн и стал еще более привлекательным и удобным для читателей. В то же время это дало редакции, открыло новое поле деятельности. Мы сделали новые рубрики и стараемся идти в ногу с современными тенденциями и наполнять наш сайт еще чаще новыми свежими новостями, в том числе и в выходные дни. На сайте Лидской газеты головному редактору хотелось размещать видеосюжеты, это направо к дорученной молодому специалисту Ксении Куликовой. Все лета она скончила факультет журналистики БДУ. Девчина выказала жадание працевать у Лидской газеты, и такая махчимость явилась. Сама Ксения со Светлогорска, а лишь никольки не шкадуя, что ее профессийная деятельность почалась у Лиде. До всего в опытном коллективе простей починать. Очень рада, что попала именно в редакцию Лидской газеты, потому что я именно хотела здесь работать. Мне нравится работать здесь, потому что я могу здесь творчески развиваться в различных направлениях. Это могут быть и публикации, и какая-то работа в дизайне, и даже работа с видео. Но на самом деле было нетрудно влиться в коллектив. Меня здесь хорошо приняли, и коллеги всегда готовы мне помочь. Молодыми специалистами Лидская газета в опошние годы пополняется нечасто. Коллектив районки вылучается постоянством. Середний працонный стаж журналистов – 20 годов. Жанну Пеневскую лез привел в редакцию еще в детинстве. Тут корректором працавала ее мама. 17 годов тому она пропоновала даже все попробовать себе у журналистицы. Жанна Ивановна не отмовилась и, окажуть, прикипела душой. Благодарна своей маме, что она меня привела когда-то сюда работать. Я начинала корректором. Сейчас я ответственный секретарь. Мне очень нравится моя работа. Это общение с людьми, это помощь людям. Если ты что-то написал, и у кого-то что-то поменялось, это не может не воодушевлять. У своих коллег я научилась профессионализму. У бывшего редактора, у теперешнего редактора Катерины Адамовны, у Людмилы Филипповны, замредактора. Это талантливые творческие люди, у которых, да, действительно есть чему поучиться. И то, что вот сегодня я, это благодаря во многом им. Катерина Серафинович, занявши посаду головного редактора, протягнула традиции районки, закладенные своими попередниками. И она заховала и литературное объединение сукветия, которое было створено при газете свыше 50-ти годов тому. Сегодня оно протягивая працу под кировництвом журналиста и поэта Александра Мацулевича. Разом с тем, «Литская газета» за последние годы значительно изменилась, стала коляровой, подросла в сторонках и реализовала десятки проектов разной накированости. В 2018-м она в первую очередь отримала высшую знагороду национального конкурса друкованных СМИ «Золотую литеру». Лауреатом же его в разных номинациях «Литская газета» была не раз. В этом году диплом отримал проект Жаны Пеневской «Автосерпантин». «Автосерпантин» – наш совместный проект с госавтоинспекцией. Ему уже более 15 лет, и тем не менее он не теряет своей актуальности и всегда принимается читателями на ура. Во время награждения организаторы особо отмечали значимость общественную этого проекта. Вообще первый раз мы его выдвинули на этот конкурс «Золотая литера», потому что была объявлена номинация впервые по взаимодействию с государственными органами и организациями. Мы решили его представить, и не безуспешно. Вы знаете, конечно, хотелось бы жить в обществе, где бы никто не нарушал правила дорожного движения и не происходили трагедии на дорогах. Я думаю, что рано или поздно мы к этому придем. В юбилейный год коллектив «Литской газеты» отримал в шерах розных узнагород. Их это лепший подарунок до 80-ти годов районного выдания. Особливый 2019-й для Катярыны Серафинович. Головный редактор «Литской газеты» стала лауреатом премии Гродинского областного выканавчего комитета «Человек года Гродинщины» у громадско-политичной сферы. А так само она была узнагороджена гоноровой грамотой Совета министров Республики Беларусь. В конце выпуска новости спорта. Хоккейный клуб «Лида» в пятничном матче чемпионата Беларуси в экстралиге одолел соперника клуб «Динамо Молодечно» со счетом 1-0. Но все равно остался на предпоследнем седьмом месте в турнирной таблице дивизиона А. Во вторник у «Рыцарей» домашняя игра с хоккеистами столичной юности. Начнется она в 19 часов. Победу над соперником одержал и футбольный клуб «Лида». В 22-м туре чемпионата страны в первой лиге он был сильнее Барановичей 6-1. Наши футболисты в турнирной таблице по-прежнему на шестой строчке. В предстоящую субботу у них выездная игра со светлогорским химиком. В «Лиде» появилась площадка «Урубанбол». Она установлена на городском стадионе по улице Кирова. Новый игровой блок представляет собой восьмиугольник со специальным покрытием, окруженный сеткой. Проект разработан белорусскими специалистами. Материалы использованы только отечественного производства. К слову, сетка оцинкована на лидском предприятии «Конус». Лидская площадка «Урубанбол» стала пятой в Беларуси. Диаметр этой площадки 6 метров. Средства были затрачены по программе развития ООН. Оставшиеся средства от строительства веломаршрута. На площадке могут заниматься как дети, так и взрослые люди различного возраста. Очень удобно будет владеть мячом, обрабатывать мяч в ограниченном пространстве. Также можно различные игры, семейные игры проводить. Юные лицкие футболистки из межрайонной специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва профсоюзов «Юность» завоевали победу на областном молодежном первенстве по футболу среди девочек. Соревнования проводились в трех возрастных группах – 2006-го, 2007-го годов рождения, 2008-го, 2009-го и 2010-го, 2011-го. В двух последних «Личанки» стали первыми и сейчас будут представлять Гродненскую область на республиканских состязаниях, которые состоятся в октябре в Минске. Тренируются лицкие футболистки у тренеров Олега Фролова и Марии Буйко. Три команды было в 10-м и в 11-м возрастах, и в 8-м, 9-м. Поэтому им было проще, чем в 6-му, 7-му. У них команды было 4, 4 команды было. И команды были уже мастеровитые. То есть команды были Неман, представлял свою, Билкард, и была команда из Щучина. То есть Щучин мы обыграли, конечно, а с Билкардом и с Неманом уже было немножко сложнее им играть. Мы результата от девчонок младших особо не требуем, потому что если мы будем требовать от них результат, то они будут психологически подавлены в случае, если они будут проигрывать. Поэтому тут самое главное, чтобы у них был азарт и желание. Горели глаза, чтобы они за каждый гол боролись, за каждый мяч вот этот выгрызали его на поле. Год назад лицкие футболистки тоже были победителями областного молодежного первенства по футболу в двух возрастных группах и участвовали в республиканских соревнованиях по футболу среди девочек. Тогда команда 2009-2010 годов рождения заняла четвертое место. Пожелаем литчанкам успеха в этом году. Надеемся увидеть их на пьедестале. И это все на сегодня. Хорошего вечера. И пусть дождливая осенняя погода не омрачит его. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова